Всем привет! Смотрите как отключить защитник Microsoft в операционной системе Windows 11. Антивирус. Защитник Microsoft ранее известен как защитник Windows. Windows – это встроенная бесплатная программа защиты от вредоносных программ, включенная Windows 11, которая защищает компьютер от вирусов и вредоносных программ. Помимо защиты от вирусов и вредоносных программ, Microsoft Defender также предлагает защиту учетной записи, онлайн-безопасность, мониторинг производительности и работоспособности устройства, родительский контроль, а также брендмайвер и сетевую безопасность. Если вы используете сторонний антивирус, то, вероятно, захотите отключить встроенный защитник. При попытке установить сторонний антивирус можно столкнуться с затруднениями. Далее в видео я покажу несколько способов, как отключить Microsoft Defender от простой настройки до редактирования реестра. Первый способ – отключить защитник Windows через настройки групповой политики. Для начала нужно отключить защиту, а затем запустить редактор групповой политики. Откройте пуск, параметры, конфиденциальность и безопасность, безопасность Windows, защита от вирусов и угроз, управление настройками. Здесь отключите защиту от подделки. Для запуска редактора локальной групповой политики в строке поиска ищем изменения групповой политики и запускаем его. В окне программы перейдите в раздел конфигурация компьютера, административные шаблоны, компоненты Windows, антивирусная программа Microsoft Defender. Справа найдите настройку «Выключить антивирусную программу Microsoft Defender». Кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите «Изменить». В открывшемся окне отметьте значение «Включено», а затем нажмите «Применить» и «Ок». Затем меняем настройку «Разрешить постоянную работу службы защиты от вредоносных программ». Здесь ставим отметку напротив «Отключено», «Применить», «Ок». Далее откройте папку «Защита в режиме реального времени» и откройте параметр «Выключить защиту в реальном времени». Здесь установите отметку «Включено», «Применить», «Ок». Настройка групповой политики завершена. Далее, чтобы предотвратить запуск определенных служб и появление ошибок после отключения антивируса Windows 11, нужно настроить планировщик заданий. В поиске ищем планировщик заданий и открываем его. Переходим в раздел «Библиотека планировщика заданий», «Microsoft Windows», «Windows Defender». Здесь по очереди отключаем все эти четыре задания. Правой кнопкой мыши по значению «Отключить». Затем нужно обновить политики компьютера и пользователя. Для этого откройте командную строку от имени администратора и выполните такую команду. После данной настройки защитник не будет запускаться системой после следующей загрузки. Следующий метод – отключить защиту через настройку реестра. Кликните правой кнопкой мыши по меню «Пуск» – «Выполнить». В строке пишем «RecEdit» – «OK». В открывшемся окне реестра переходим по пути «HK Local Machine» – «Software» – «Microsoft» – «Windows Defender». Чтобы изменить или добавить значение в данной папке, сперва нужно изменить ее владельца. По умолчанию здесь установлена система. Чтобы изменить его, жмем правой кнопкой мыши по папке «Разрешение». В открывшемся окне «Разрешение для группы Windows Defender» откройте вкладку «Дополнительно». И в поле «Владелец» жмем по кнопке «Изменить». В следующем окне жмем «Дополнительно». «Поиск». Здесь выбираем учетную запись администратора или группу администраторы. Затем «OK» и еще раз «OK» для подтверждения. Затем установите отметки «Навпротив» «Заменить владельца под контейнеров и объекта». И заменить все записи разрешений дочерного объекта, наследуемых от этого объекта. И во всплывающем окне безопасности подтверждаем изменения «Да». Далее в окне «Разрешение для группы» предоставляем пользователю полный доступ. «Применить». «Ок». Теперь можно приступать к правке реестра. Для этого в разделе «Windows Defender» создаем параметры DWORD 32 бита с такими именами. «Disable Antivirus», «Disable Antispairware», «Service Start States» и присваиваем им значение «1». После закрываем редактор реестра и перезагружаем компьютер. После перезагрузки защитник будет отключен. Если понадобится снова его запустить в окне «Защита от вирусов и угроз» нажмите «Перезапустить сейчас». Еще один из методов отключить Microsoft Defender с помощью утилиты Autorans для Windows. Загрузите данную утилиту и распакуйте ее из архива. Ссылка для загрузки будет в описании. Далее нам нужно отключить постоянную защиту и загрузиться в безопасном режиме. Откройте «Параметры». «Конфиденциальность и безопасность». «Безопасность Windows». «Защита от вирусов и угроз». «Управление настройками». И отключите защиту в режиме реального времени. Затем, чтобы загрузиться в безопасном режиме, в поиске ищем «Конфигурация системы». Открываем вкладку «Загрузка». Устанавливаем отметку напротив «Безопасный режим». «Минимальная». «Окей». И нажмите «Перезагрузка». После перезагрузки в безопасном режиме откройте «Безопасность» и проверьте, не запустился ли «Дефендер». Затем перейдите в папку с утилитой авторанс для Windows. И запустите авторан 64.exe. В окне программы откройте вкладку «Сервисы». С настройками по умолчанию службы Windows скрыты. Для того, чтобы они отображались, откройте «Опшенс». И снимите отметку напротив «Скрыть записи Windows». Далее ищем в списке службу Windows Defender и снимаем отметку. Это отключить автоматическую загрузку защитника Windows после каждой перезагрузки системы. После закрываем утилиту и загружаемся в обычном режиме. Открываем конфигурацию системы. Отмечаем здесь обычный запуск. ОК. Перезагрузка. После перезагрузки откройте «Диспетчер задач» и проверьте запуск службы защитника Windows. Откройте «Параметры». Конфиденциальность и безопасность. Безопасность Windows. Защита от вирусов и угроз. Кабинет. Здесь вы увидите вращающийся значок. Или статус защиты неизвестный. В это время защитник проверяет настройку. Не нажимайте по плитке защитника, пока он получает информацию или отображается неизвестный статус. Если кликнуть по плитке, защитник Windows снова станет активным. Подождите, пока не появится статус «Отключен». Для отмены изменений нажмите кнопку «Перезагрузить сейчас». Теперь вы знаете, как отключить защитник Microsoft в операционной системе Windows 11. Для того, чтобы он оставался неактивным после перезагрузки, точно следуйте представленной инструкции. Если представленные способы не помогли отключить Microsoft Defender, можете попробовать сторонние программы. Их легко найти в интернете. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.